Освоение территории Дикого Запада После окончания Гражданской войны в 1865 году множество быков, в основном на территории Техаса, одичали во время войны, и их нужно было возвращать в загоны. Переселенцы столкнулись с множеством проблем, таких как нападение бандитов или стычки с местными индейцами. Также в то время все сделки осуществлялись при помощи наличных денег. В дилижансах и поездах часто перевозили солидные суммы, что приводило к грабежам. Джордж Перет, известный как Джордж Большой Нос, был известным преступником на Диком Западе. Со своей бандой он грабил дилижансы, почтовые кареты и угонял скот. Но вошел он в историю не как преступник и главарь банды, каких хватало в то время, а как человек, который после смерти превратился в пару ботинок. Как это вышло, я расскажу в этой истории. Летом 1878 года Джордж Большой Нос совершил роковую ошибку, решив со своей бандой ограбить поезд железнодорожной компании «Юнион Пацифик», перевозившей зарплату для своих сотрудников. Эта история начинается 16 августа в штате Вайоминг, когда семь вооруженных преступников во главе с Джорджем Перетом нашли уединенный участок путей возле реки Мэдисон-Боу. Вытащили костыль из железнодорожного полотна, чтобы поезд сошел с рельсов и спрятались в кустах, ожидая крушения и последующего ограбления поезда. Но обходчик путей заметил повреждение полотна, вернул на место недостающий костыль и известил шерифа о возможном нападении. Когда поезд на полном ходу беспрепятственно проследовал через ловушку, Джордж Большой Нос понял, что его планы раскрыты. Он и его люди бежали примерно 40 километров от места преступления. В каньон Гремучей Змеи у подножья Эльк Маутин заместитель шерифа местной полиции Роберт Уидоуфилд совместно с детективом компании «Юнион Пацифик» типом Винсентом начали расследование подозрительного происшествия. Они прибыли на участок железной дороги, где было повреждено полотно, и с этого места начали идти по следам банды. 19 августа, на третий день после преступления, дойдя до каньона у подножья Эльк Маутин, они обнаружили поспешно брошенную стоянку. Увидев пепел от костра, шериф Роберт Уидоуфилд наклоняется, чтобы проверить, теплый ли пепел, чтобы оценить, как давно ушли беглецы, но погибает на месте от выстрела. Детектив компании «Юнион Пацифик» тип Винсент пытается бежать, но также погибает от выстрела. Банда грабителя Джорджа Перрета притаилась в кустах. Руководство железнодорожной компании «Юнион Пацифик» объявило крупное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за поимку главаря банды – живого или мертвого. В дальнейшем эта немалая по тем временам сумма была увеличена в два раза. Но несмотря на такое крупное вознаграждение, разбойники еще два года находились на свободе и занимались преступной деятельностью, пока Джордж Большой Нос не напился на празднике скотоводства в баре в Алабаме и не начал хвастаться о своих приключениях в Эльк Маутин. Окружающим стало понятно, что это тот самый мужчина, за голову которого положена цена. Пьяного главаря банды и его компаньонов арестовывают и переправляют в полицейский участок городка под названием Роулинс. Джорджа Перрета возвращают в Вайоминг, где ему предъявляют обвинение в убийстве. Суд приговаривает его к смерти через повешение, назначив казнь на 2 апреля 1881 года. За 10 дней до начала казни Джордж Перрета пытается сбежать. Используя карманный нож, он спиливает заклепки на ножных кандалах. Затем подкарауливает служащего тюрьмы Роберта Ренкина в умывальной комнате, после чего разбивает ему голову. Несмотря на пробитый череп, служащий Ренкин из последних сил зовет свою жену Розу на помощь. Схватив пистолет мужа, женщина заставляет Джорджа Перрета под дулом вернуться обратно в камеру. Когда новость о попытке бегства распространилась по всему городу, разгневанные горожане устроили самосуд. Возмущенная толпа штурмовала тюрьму, вытащила Джорджа Перрета на улицу и линчевала убийцу посреди города, перекинув петлю через перекладину ближайшего телеграфного столба. Первые две попытки повешения были провалены, но с третьей попытки Джордж Большой Нос наконец умер на конце веревки. За свою короткую и бурную жизнь Джордж Большой Нос так и не обзавелся с семьей. После смерти его тело оказалось в городском морге в числе невостребованных. Этим воспользовались два доктора – Томас Маги и Джон Юджин Осборн. Джон Юджин Осборн был вызван в день линчевания, чтобы подтвердить смерть бандита. Два доктора получили возможность внимательно изучать особенности организма убийцы, а именно мозга преступника, с целью выяснить, откуда берется склонность к преступлениям. Ученые надеялись получить научное подтверждение известной теории о природной наклонности отдельных индивидов к преступной деятельности. Доктор Джон Осборн вылепил посмертную маску лица Джорджа Перрета из гипса. Благодаря этому мы можем видеть, как выглядел преступник. На посмертной маске отсутствуют уши, потому что они были оторваны, когда Перрет боролся за жизнь на конце веревки. Неизвестно для чего доктор Осборн сделал посмертную маску, но это был немного странный поступок. Трепанация черепа и исследование мозга не дали никаких результатов. Мозг убийцы и грабителя ничем не отличается от мозга обычного законопослушного гражданина. Спиленную верхнюю часть черепа доктор Осборн презентовал своей 15-летней помощнице Лиллиан Хитт, которая впоследствии стала первой женщиной-врачом в штате Вайоминг. После исследования мозга доктор Джон Осборн делает очередной необычный поступок. Он снимает кожу с бедер и груди мертвеца Джорджа Перрета и отправляет к оживенную мастерскую в Денвере с заказом сделать из нее пару обуви и медицинскую сумку. Также у доктора было странное пожелание. Соски должны были располагаться на носках туфлей. Когда доктор Осборн получил туфли, он был разочарован, когда увидел, что соски отсутствуют, но все равно носил их. Доктор Осборн продолжал свои эксперименты в течение года, держа расчлененное тело Джорджа Перрета в дубовой бочке из-под виски с солевым раствором, который препятствовал разложению мертвой плоти. Затем части Джорджа Большого Носа окончательно законсервировали и закопали за офисом доктора Томаса Маги. Несмотря на поведение в осквернении тела Джорджа Перрета, доктор Джон Юджин Осборн вскоре стал заметным в местной политике. В 1892 году он был избран первым губернатором от Демократической партии штата Вайоминг. Позже он стал помощником государственного секретаря при президенте Вилсоне. Вся эта история с телом Джорджа Перрета была забыта, и про разбойника никто не вспоминал. Пока 11 мая 1950 года, спустя 69 лет, рабочие не наткнулись на странный бочонок во время земляных работ. Остановив рытье котлована, рабочие вскрыли бочонок и обнаружили в нем кости, нижнюю часть черепа и пару ботинок. В маленьком городке старожилы помнили события конца XIX века, и местные власти были уверены, что останки принадлежали Джорджу Перрету. Однако проверка была необходима. Кто-то вспомнил про Лиллиан Хитт и попытался с ней связаться. Бывшей помощнице доктора Осборна к тому времени уже было почти 80 лет. На протяжении долгих лет она использовала верхнюю часть черепа в качестве пепельницы, а затем в качестве подпорки под дверь в своем кабинете. Как вы уже поняли, две половинки черепа идеально подошли друг к другу. Через 10 лет, в 1960 году, когда полиция начала практиковать ДНК-экспертизу, было проведено повторное исследование. Пробы, взятые с ботинок черепа и костей, показали, что принадлежат одному человеку – Джорджу Перрету. В наши дни эта криминальная история, произошедшая в Айоминге, кажется нереальной и воспринимается как городская легенда. Доказательством этих необычных событий сегодня служит выставка в музее графства Карбан в Роулинсе. Посмертная маска Джорджа Перрета, нижняя часть черепа и печально известные туфли, сделанные из его кожи, теперь являются главной достопримечательностью музея, вместе с ботинками, в которых он был во время своего линчевания. Верхняя часть черепа Джорджа Перрета находится в музее Union Pacific в Кансилблавс, штат Айова. Остальные останки Джорджа Перрета были тайно захоронены в неизвестном месте. Медицинская сумка, сделанная из его кожи, так и не была найдена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова